В выходе с не с Кавказа, а из Центральной Азии, совершил 3 апреля теракт в метро 2-го по величине города России, пишет французская газета Le Figaro. В связи со взрывом в петербургском метро, в котором погибли 14 человек, десятки пострадали. Теракт, как предполагается, совершил смертник – 22-летний Ахбаржон Джалилов. Российская пресса подчёркивает, что уроженец Кыргызстана, недавно получивший паспорт России, имел связи с сирийскими исламистами. Британское цифровое издание International Business Times задаётся вопросом, как бывшая Советская Республика Кыргызстан стала главной вербовочной площадкой для исламских экстремистов. В период внутренних беспорядков экстремистские группировки увеличили число случаев вербовки в регионе. Они увидели возможность обратиться к бесправным молодым людям, в особенности этническим узбекам, пострадавшим во время революции 2010 года. Им удалось побудить их присоединиться к боевикам в Ираке и Сирии. В немецкой газете Die Zeit в статье «Новая старая проблема России с терроризмом» приводит сомнение, что такие бывшие советские республики, как Таджикистан, Узбекистан и Казахстан, также обеспечивают широкое поле деятельности для вербовщиков из группировки «Исламское государство». Мусульманские республики, за исключением Казахстана, являются экономически неразвитыми, и большей части молодёжи остаётся одно – ехать на заработки в Россию. Ислам, в том числе его радикальное течение, активно набирает популярность после развала СССР. Даже бывший руководитель спецслужб Таджикистана, как пишут в СМИ, примкнул к группировке «Исламское государство». Автор статьи делает вывод, что центральноазиатский регион может превратиться в проблемный для России. И, в отличие от Кавказа, взять его под контроль будет не так просто. К тому же южные границы России считаются ненадёжными. В материалах многих западных СМИ о петербургском теракте напоминают о российских операциях в поддержку режима сирийского президента Башара Асада. Британская газета «Индепендент» вспоминает, что экстремистские группировки «Исламское государство» и «Джабхат-ан-Нусра» неоднократно заявляли, что устроят джихад в России. В 2012 году перед зимними Олимпийскими играми в Сочи принц Бандар бен Султан, тогдашний глава саудовской разведки, якобы сказал Путину, что если Кремль не прекратит поддерживать Асада, то активизируют чеченских исламистов, чтобы провести теракты в России. В статье говорится, что свидетельств саудовской вовлечённости в какой бы то ни было теракт России безусловно нет, однако сирийский фактор мог сыграть роль в Санкт-Петербурге. Отправляя свои самолёты, президент Путин подчеркнул, что на территории Сирии сегодня находится не менее двух тысяч, а может быть и более двух тысяч боевиков, выходцев из России и других республик бывшего Советского Союза. И, конечно, угроза их возвращения в Россию существует. Этот взрыв, по мнению автора статьи в газете «Индепендент», может быть напоминанием, что боевые действия не всегда могут вестись в другой стране.